Ведение в кошковедении Норвежская лесная. Это норвежская лесная кошка. Длинношерстная, храбрая и величественная порода, названная в честь официального кота норвежского короля Офа. Норвежцы действительно уроженцы именно этой страны. Но пусть вас не вводит в заблуждение, их очаровательный облик. Этих кошачьих выбирали себе в товарища викинги. Это крайне выносливая кошка, очень спокойная, спортивная и очень красивая. Легенда гласит, что эти отважные мышеловые пересекли океан вместе с древнескандинавским путешественником Лифом Эриксоном. Что он даже доходил до Мэна, может, именно так появились таинственные кошки Мейн-Кун. И хотя внешнее сходство между норвежскими лесными и Мейн-Кунами имеется, есть одно большое различие — строение головы. Она заметно отличается от других длинношерстных пород, вроде Мейн-Кун или Сибирский, потому что имеет форму разностороннего треугольника. Эти крупные длинношерстные кошки бывают самых разных окрасов, но все они готовы сносить любые трудности. Во-первых, густая шерсть имеет подшерсток и практически не пропускает воду. Они все толстые, пушистые, но особенно шеи, и получается почти львиный облик. У норвежцев отлично оснащенные уши. Этот очаровательный пушок над каждым ухом, который может достигать 10 сантиметров. А пучки длинных шерстей между пальцами помогают при ходьбе и защищают от обморожения. Наконец, длинный толстый хвост, иногда с выраженным белым кончиком. Сью Шоу знает норвежских лесных кошек, ведь она разводит их и выставляет уже почти 30 лет. Это моя. В 80-м году я привезла в Америку третью норвежскую лесную кошку. В 81-м у нас получился первый жизнеспособный помет, рожденный в США. Своя симпатия к норвежцам Сью не одинока. Ее дочь Кина выросла с ними. Но больше всего они обе любят ездить вместе на кошачьи выставки. Лучшее на выставках – это то, что мама рядом. Она очень много работает, я хочу сделать для нее как можно больше. Она столько делает для меня. Сегодня на кошачьей выставке в Атланте мама и дочь нарядились в традиционную норвежскую одежду, чтобы показать, как болеют за свою породу. Это праздничное норвежское платье. В каждом регионе свой узор, а еще у нас есть викинги. Но зачем же она на самом деле приехала сюда семья Шоу? Выставить свою радость и гордость три котенка норвежской лесной. Его зовут Бьерн, а дома называют медвежонку, потому что, когда я его первый раз увидела, он был очень похож. Сегодня Бьерн, Илса и Бията состязаются в классе котят. Это значит, им еще нет восьми месяцев. Каждой кошке присваивается номер, и целый день мамы и дочь Шоу будут прислушиваться, не раздастся ли он из динамика. Номер 121 в треть, а теперь результаты второго этапа. Лихорадка начинается. Всего надо посетить и оценить семь этапов, поэтому как людям, так и кошкам предстоит тяжелый день. Это здорово, можно увидеть столько разных людей. Здесь не просто выставляешь кошку, встречаешься с людьми со всего мира. Хотя очевидно, что ярые любители кошек с наслаждением и вставляют их на всеобщее обозрение. Бьерн претендует на звание лучшего в своей породе среди котят. Все судьи оценивают одно и то же. Записанный стандарт породы, под который должна подходить норвежская лесна. Во-первых, голова должна иметь форму у равностороннего треугольника. Мускулатура должна быть сильной, пропорциональной. Разумеется, в оценке кошачьих бывает и субъективная симпатия. Иногда сказываются личные предпочтения, но думание действительно выбирает лучшего. И поскольку Бьерн так хорошо показал себя, он проходит в следующий тур, где будет состязаться с длинношерстными котятами других пород. Для Бьерна это последний этап. Зрители в предвкушении. Чуть ли не ногти грызешь, когда судьи оценивают. Когда под одной крышей собралось 200 кошек, занервничает даже самое невозмутимое животное. Which breed will take home this prize? Is it the Siberian? How about the Maine Coon? Find out when Cats 101 continues. Бьерн, the Norwegian Forest Kitten, has held his own at this cat show in Atlanta, Georgia, measuring up to the breed standard very well. He's made it to the final ring, where owners Sue and Tina Shaw wait nervously Какая порода заберет приз? Судья Робс Элэскер не высказывает колебаний. Прекрасная треугольная голова, отличный шерст на ушах – это мой фаворит. Бьерн, норвежский лесной кот, снова побеждает и становится лучшим длинношерстным котенком на этой площадке и прекрасным образцом породы. Когда видишь, что твой кот выиграл, потрясающее чувство внутри, как будто бабочка хочет выпоркнуть изо рта. Так и я там был и смотреть, в каком восторге моя дочь от того, что один котенок так хорошо выступил. Мы будем этим гордиться. Норвежская лесная может сохранять спокойствие на выставочной площадке хладнокровие в кругу шумной семьи. Норвежцы прекрасно ладят с детьми, лично общаются с другими животными. Эти длинношерстные кошки очень сильно линяют весной, поэтому готовьтесь вычесывать их не меньше трех раз в неделю, иначе будут колкуны. Норвежская лесная – очень крепкая кошка, которая живет долго и без лишних проблем со здоровьем. У них бывает врожденная болезнь, но в остальном – очень здоровая порода. Подведем итог. Те норвежские лесные – очень здоровая порода, у них могут быть проблемы с почками. Когда они сбрасывают зимнюю шерсть, готовьтесь вычесывать их три раза в неделю. Эти кошки спокойно ведут себя в семье с детьми и другими животными. В целом, прекрасный выбор для тех, кто впервые заводит кошку. Очень крепкая порода. Это очень выносливые кошки, ведь они выжили рядом с викингами. КОНЕЦ. КОНЕЦ.